Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в летний лагерь. Сегодня у нас вторая глава. В лагере. Восемь часов утра. Все заняли свои места в автобусе, пришло время отправляться в дорогу. Впереди их ждали несколько волнующих дней, проведенных на природе. Учитывая то, что это было раннее утро, половина учеников очень скоро заснули. Другая половина с нетерпением ждали, когда они прибудут на место назначения и начнут свое приключение на природе. Давид не мог выбросить из головы свои проблемы с Соней, не говоря уже о том, что он не мог перестать думать о другой потенциальной проблеме, его влечению к Юле. Юля собиралась воплотить свой план в жизнь. Отдала бы миллион, чтобы узнать, о чем ты думаешь. Эй, Юля, ты меня напугала. Ты хочешь сказать, что ты меня боишься? Я глубоко погрузился в свои мысли. Я не ожидал тебя увидеть. Тебя что-то беспокоит? Ты не хочешь это знать, поверь мне. Давай, постарайся оставить свои проблемы позади. По крайней мере, пока мы отдыхаем. Я отложу их в сторону. Они не так важны и достойны моего внимания прямо сейчас. Не мог бы ты помочь Маше и мне поставить нашу палатку, когда мы доберемся до лагеря? Работа с кемпинговым оборудованием на самом деле это не наша. Конечно, мои друзья по команде. Я к вашим услугам. Круто. Мы найдем хорошее место, где бы все могли расположиться рядом друг с другом. Я имею в виду, что всегда лучше иметь команду по регби рядом на случай, если какие-то дикие животные начнут приближаться. Я имею в виду в целях безопасности. Не волнуйся, я буду рядом, чтобы защитить тебя. Я знала, что он замечательный, но не знала, насколько. Что мне делать? Поцеловать в щеку. Она ласково поцеловала его в щеку и прошептала ему на ухо. Огромное спасибо. Пожалуйста, детка. Когда она возвращалась на свое место рядом с Машей, Юля случайно зацепила и уронила сумку Тани. Эй, смотри, куда идешь. Ну, извинилась, конечно. Это было не специально. Да, конечно. Я действительно не в настроении спорить с тобой. О, в чем дело? Я честно не знаю, что ты здесь делаешь. Один день, проведенный на природе, сведет тебя с ума. Хлоя и еще несколько девушек засмеялись. Я действительно не могу разобраться в твоих глупых замечаниях. Тебе следует быть внимательней. Странные вещи обязательно произойдут ночью, а именно, когда ты будешь одна. Ты действительно думаешь, что я буду одна? Вся школа там будет. Я же сказала тебе, девочка. Лес – странное место. Юля села рядом с Машей. Ты веришь этой сумасшедшей девушке Тани? Да, я все слышала. Она сумасшедшая. Знаешь ли ты, что она хранит какие-то куклы Вуду дома? Правда? Правда. Я слышала, что у нее и ее друзей были какие-то странные сеансы. Это странный мир. Я хотела бы держаться подальше от нее и других странных людей, насколько это возможно. Я только хочу погулять и быть с Давидом. Юля, ты просто не можешь избавиться от этих мыслей. Не так ли? Минуту назад он пообещал, что поможет нам поставить палатку и останется рядом с нами. Я вижу, ты не теряешь времени. Мой план начинает воплощаться в жизнь. Маша. Проблемы воплощаются в жизнь, Юля. Автобус остановился ненадолго, чтобы все сходили в туалет. На стоянке стоял автобус другой школы. Маша быстро выбежала и натолкнулась на девушку. Эй, смотри, куда идешь. Мне очень жаль, я тороплюсь. Какая разница? О, симпатичный Макс. Это уродин, она летела на меня. Маша так торопилась, поэтому она не обращала на них внимания. На обратном пути она снова натолкнулась на кого-то. Эй, врезаться в людей, кажется, твоя особенность. Я прошу прощения. Мне очень жаль, я не знаю, что на меня нашло. Это была такая долгая поездка, я не совсем в себе. Не волнуйся, тебе повезло, что ты наткнулась на меня. Другие люди не были бы такими спокойными. Кстати, это не те брат и сестра, Марта и Макс. Я не помню, как их там звали, но вроде так. Когда она посмотрела на него, Маша испытала странное чувство. Однако была и странная привлекательность в нем. Пару минут назад мне так не повезло. Да, я знаю. Ой, как так? Был там, видел. Ты столкнулась с моей сестрой, у которой было плохое настроение. Сестрой? Я торопилась, я тебя не увидела. На самом деле все в порядке. Неважно, я Маша. Макс. Водитель автобуса несколько раз просигналил. Время ехать, до встречи в лагере. Надеюсь. Интересно, что в этом братья и сестре такого странного? С кем ты разговаривала? Просто какой-то странный парень. Его зовут Макс. Я случайно наткнулась на него, когда спешила в туалет. О, Маша, мы еще не приехали, а ты уже впуталась во что-то. Юля, это не так. Ладно, он действительно интригующий. Но я также ощутила странное, пугающее чувство. Особенно, когда я столкнулась с его странной сестрой. Минуту до этого. Сестрой? Какой сестрой? Я не знаю, она даже более странная, чем он. Она посмотрела на меня своими жуткими зелеными глазами, и это было совсем неприятно. Это звучит знакомо. Почему все говорят о странных людях и еще более причудливых событиях? Давай оставим это. Я действительно не хочу продолжать этот разговор о странностях. Мы должны думать позитивно и привлекать хорошую энергию. Нас ждет отпуск с большим количеством вечеринок. Мы определенно должны следить за всем, но мы не можем ничего поделать, кроме как позитивно мыслить. Все будет хорошо. Ты взяла свои солнцезащитные очки? Конечно. Маша выбрала солнцезащитные очки, которые хотела надеть. Ладно, это волшебные солнцезащитные очки, которые позволяют видеть только хорошие вещи. Если бы у меня были очки, которые позволили бы увидеть Давида без одежды, это было бы здорово. Я достану тебе такие. Я не знаю почему, но он становится привлекательнее каждый раз, когда я его вижу. Я просто бежала бы к нему и целовала его везде. Насколько я вижу, они разговаривают с Павлом и смотрят прямо на тебя. Вероятно, они говорят о том, насколько я хороша. Да, об этом. Или, может быть, Павел говорит ему, что он не может навредить своей девушке? Приняв какие-то импульсивные решения. Нет, это не вариант. Должна ли я ему написать? Ну, напиши ему, ладно. Я думаю о тебе. Я тоже. Я видела, как ты улыбаешься там. Для этого была приятная причина. И только потому, что у тебя проблемы с улыбкой, это не значит, что у меня они тоже должны быть. Если ты говоришь об этой девушке, то ты ошибаешься. Она некрасивая, и мне она совсем не нравится. Не будь такой суровой. Всегда была и всегда буду. Просто не позволяй своему разуму блуждать, как всегда. Мне понравилась эта девушка мгновенно, и она для этого абсолютно ничего не сделала. Макс, ты прекрасно понимаешь, что мы необычные дети. Да, но она ничего не знает. Никто в школе не любит нас, и она единственная, с кем я разговаривал спустя долгое время. Не слишком надейся. Макс начал думать о своей необычной жизни и о том, как она всегда приносила только неприятности. Но сама мысль о девушке, которую он случайно встретил, сделала его счастливым. Подарила ему луч надежды. В динамике прозвучал голос водителя. Скоро мы прибудем в пункт назначения. Не торопитесь и приготовьтесь покинуть автобус. Не забывай, зачем мы сюда приехали. Я не смог бы, даже если бы захотел. Я должна напомнить тебе, что ты не должен позволить кому-либо или чему-либо нарушить твое намерение выполнить задачу. Не волнуйся, все будет по нашему плану. Хорошо. Два часа дня. Все автобусы вскоре прибыли на стоянку в лагере. Ярко светило солнце, и все готовились идти к назначенному месту. Где они поставят свои палатки и проведут следующие несколько дней. Запахи природы и свежий воздух окружали их. Все должно было быть готово до наступления темноты. Пошли, ребята. Многое предстоит еще сделать. Мы должны протянуть руку к помощи девочкам. Каждый из нас должен взять две или три сумки. Павел подошел к Маше. Давай я тебе помогу. О, спасибо. Так жарко здесь. Они направились в лагерь. Юля, позволь мне понести твою сумку. Я полагаю, там много интересных и опасных вещей. Ну, если присмотреться, то тоже интересный парень. Ладно, что делать. Согласиться или отказаться? Давайте согласимся. Вот, спасибо. Я надеюсь, мы будем больше общаться в эти дни. Да, мы все будем. Юля, этот парень тебя беспокоит? Юле показалась приятной и забота Давида, и она задавалась вопросом, что она должна ответить. Ну, блин, почему такая неоднозначная ситуация? Почему нельзя просто сказать, что нет, он меня не беспокоит, и просто продолжить идти всем вместе? Ладно, в таком случае мне больше нравится Давид. Давид. Боже, нагрубить Толику или нагрубить Давиду? Ну, ладно, Толик такой назойливый. Или... Да. Я только что флиртовала и целовала в щеку у Давида, а теперь я перемкну к Толику, нет. Я действительно не знаю, почему он подошел ко мне. Есть какая-то проблема? Да, ты. Ничего себе, кто-то нервничает. Разве ты не должен помогать Соне? Помнишь, она твоя девушка. Она не приехала, и это не твое дело. Отвали. Возможно, на этот раз. Ладно, я уйду. Но я вернусь. Ребята, успокойтесь. Давайте сделаем перерыв. Мне нужно освежиться. До встречи в лагере. Они, наконец, прибыли. Лагерь был ошеломляющим, с большим, красивым, зеленым озером неподалеку. Было много дел. Нужно было ставить палатки и делить всех на группы, решая, где будет находиться обычная палатка, готовить яму для костра. Ночь была не за горами, поэтому им пришлось ускорить весь процесс. Эй, Маша, Юля, мы с мальчишками нашли отличное место для наших палаток. Хотели бы вы, чтобы мы помогли вам поставить палатки рядом с нами? Потрясающе. Мы принесли снаряжение. На этот раз ты был шустрее. Сегодня Толик разозлил меня. Надеюсь, он больше не подойдет к тебе. Ну, а если подойдет, это что, проблема? Что случилось? Это не важно. Ничего не случилось. Этот придурок беспокоил Юлю. Я сказал ему держаться подальше. Может быть, у него не было плохих намерений? Ты не знаешь, каков он. Добрые намерения, это не его. Он плохой парень, все его знают. Он не приносит ничего, кроме неприятностей. Я этого не знала. Ты многого не знаешь. Хорошо, начнем? Пошли, ребята, приступаем к работе. Посмотрите, какая тут толпа. Хорошо, что мы нашли это спокойное место. Посмотрите, тут ученики из той и другой школы. Я вижу, здесь Макс и его сестра. Мне придется их немного изучить. Что-то тут подозрительное. Вся эта школа с сомнительной репутацией. И я хочу знать, почему. Я проверю Макса, а ты проверь остальных. Хорошо, но будь осторожна. Мы не будем разделяться, пока все не прояснится. Так, теперь я хочу узнать, какую тайну хранят Марта и Макс. И Макс действительно симпатичный. Мне кажется, что я буду проходить игру с ним. Если будет такая вероятность. Скоро я сделаю третью главу. Ну а пока все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok